друзья привет посмотрите я тут на краю участка обнаружила целый клондайк это плющ плющ садовый он такой здесь хороший здесь тень и он хорошо как бы растет вот смотрите он прям пролетется по растениям прям супер или вот смотрите как он мне так он нравится я решила его посадить дочери сюда вот где-то в деревянный дек вот и еще попробую коренить его для дома в общем перерыла все в интернете он растет и этот садовый плющ он зимой остается таким же цветом и он любит такие тень и влажные места этот зеленый плющ если у вас пестролистый то он любит цвет этот вот плющ я так поняла он переполз от соседей и вот это вот все заполонил специально здесь его никто не сажал вот и здесь я поэтому сейчас его накопаю и постараюсь постараюсь посадить около дека вот именно чтобы он и плелся по деку направлять надо и из него делают также живые заборы вот и требования чтобы зима здесь не сильно конечно суровая чтобы зима была не суровая была влажность и не допускать прямых солнечных лучей рассеянным любит любит полутеньки в общем вот такое растение я себе как бы нашла вот видите он расползается здесь отлично прям просто вот надо его использовать халява священно кроме того на конце участка я еще обнаружила вот видите камушки беленькие светлые мы вот не ездили на пляж собирать а здесь вот их просто тьма и вот оказывается надо было посмотреть лучше обследовать территорию ну вот и это я буду добавлять вот когда садишь суккуленты красиво в цветы очень и очень украшает поэтому тоже я буду использовать итак друзья надергала я плюща целую тучу посмотрите какой миленький миленький плющ и вот где достаточно влажности хотя там тень он такой зеленый мне еще понравился соседа вот у него там влаги хватает вот смотрите он ползет и укореняется его потом еще трудно будет вывести единственное что если вы хотите вертикальное озеленение то его надо направлять сейчас я нарежу на черенки где есть корни и посажу его и полью он любит хороший полив хороший полив любит постоянной а часть пущу значит и сделаю еще маленький горшочек для дома вот ребят вот так нарежу вам покажу на какие сегменты я его нарезал нарвала смотрите сколько много мне хватит теперь тут вокруг дома все озеленить друзья смотрите вот даже маленький кончик да и здесь на самом кончике почти уже есть корешки везде где вылезает листик если он ползет по земле он значит идет дает укоренение вот смотрите дальше тут можно сажать практически каждый листик видите каждый листик можно сажать поэтому у меня будет черенков вагона маленькая тележка я их посажу густо 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 ну пусть 90 процентов их приживет у него приживаемость очень хорошая хотя корни поверхностные но главное здесь полив если будет нормальный полив влажность будет вот сейчас первое время соблюсти влажность и все и он приживется хорошо я даже его не буду укоренять в воде хотя можно там попробовать тоже ради эксперимента тоже поставить воду наверное тоже сделаю экспериментик такой вот ребят а заодно сижу пью кофе я всегда говорю все надо делать в кайф работать в кайф отдыхать в кайф в общем все делаем в кайф вкуснотень работаем дальше друзья посмотрите вот макушечка да вот листики только дала и вот уже смотрите третий лист и и уже здесь есть здесь есть корешочки вот такое оно живучее можно сказать не убиваемая но опять же повторяю должна быть влажность влажность земля должна быть влажная друзья вот такие красивые черенки я нарезала для того чтобы посадить вот в этот вот вазончик небольшой сюда я насыпала смотрите те же камушки которые нашла беленькие на земля у меня хорошая плодородная вот спирлитиком она такая прям рассыпчатая рассыпчатая хорошая земля хотя хотя плющ нетребовательный плодородию земли он везет везде лишь бы была влажность поэтому сейчас засыплю эту земелькой и посажу все укоренять не буду это у меня будет часть ну эксперимента которые я сажаю домой посмотрим что у нас получится ребят посмотрите какая получилась у меня замечательная композиция ну просто супер просто супер такой шикарный вазон маленьким правда маленький но шикарный и вот я насадила и получается превращают садовые комнатной это конечно у меня эксперимент но посмотрим что будет правильно глаза боятся руки делают не попробуешь не узнаешь я всегда применяю различные поговорки ну вот обязательно вам потом сообщу что у меня из этого вышло и так фотою на память друзья но на этом я не заканчиваю свой эксперимент вот посмотрите самые такие ну как сказать страшненькие без корней практически без корней я сейчас поставлю стаканчик на укоренение вот я специально взяла такие которые ну вот нет у них корней те которые с корнями значит я сейчас посажу часть посадила в цветочный горшок который будет расти дома а части посажу сразу в землю вот видите тоже практически без корней вот такие голенькие ветки я вот эти вот ветки решила проэкспериментировать дадут ли они корни в воде вот ну как все говорят что они укореняются отлично поэтому ну будем экспериментировать интересно же вот эти я значит поставлю сейчас стаканчик с водой у меня есть вот такой красивый фужер вот он высокий смотрите как вазочка прям прелесть да я вот в нем и проэкспериментирую налила воды и ставлю посмотрим как они будут укореняться сегодня кстати у нас 10 10 октября вот посмотрим укоренятся когда они укоренятся дадут ли они ну вот здесь вот вот видите немножко даже есть но я поставлю той стороной у которой нет вот этот вообще тонюсенькая макушка не знаю будет ли что нибудь ну ставим испытываем все как говорится вот испытание значит испытание вот видите вот тоже ну здесь вот какой то есть зачаток но видимо было очень сухо вот по идее его вот так посадить он должен укорениться ну мы поставим воду и посмотрим что будет кстати в вазочке они тоже хорошо смотрятся красиво правда так ну и третья моя часть а вот еще вот еще одна вот вот так все замочила все так и третье вам сейчас ребят покажу часть вот это я нарезала это я буду сажать землю сразу в землю надо ее вскопать подготовить и как и в цветочный горшок я скорее всего уже так поняла вот буду сажать вот так вот горизонтально смотрите вот видите где она выступает вот она дает корни вот в этих пазухах вот здесь вот она дает корни где вот у нее есть вот вылезают листья тут же вылезают корни поэтому буду экспериментировать сажать сразу землю обильно пролью и сажать буду горизонтально но я вам еще покажу как это все выглядит друзья продолжаю посадку плюща и куда его решила посадить вот ребята дык это в америке так называется такая деревянная площадка дочки она довольно таки большая вот и вот это вот сторона северная вот эта сторона на север как мы знаем плющ любит полутень вот солнце здесь очень мало очень мало ну кстати земля вот здесь под этим деревом вот смотрите на деке растет огромное дерево клен я вот сейчас копала корни подходят очень близко так что я вскопала не глубоко здесь вот растут не какущие хосты но с этой стороны еще с восточной более менее а дальше дальше середки вообще тихий ужас вот что я решила я посажу вдоль дека вот можно будет потом чтобы можно было заплетать его и сделать из дека симпатичный зеленый заборчик плющ который я сажаю на зиму не сбрасывать листья он остается зеленый это будет как-то украшать этот заборчик вот ну что я теперь сейчас сделаю земля конечно видите неважная и мелко вскопанная потому что там корни поэтому я сейчас добавлю немножечко хорошей земли в принципе она здесь неплохая и плющ нетребовательный вообще нетребовательный к земле главное полив чтобы вот но сейчас поздняя осень и сезон дождей еще не начался и вот туда я сейчас я добавлю хорошей земли немножечко сделаю такую как бы канавочку и начну укладывать сюда свой плющик вот я привезла тележечку такой вот смотрите перепревшие земли хорошие но сейчас ее переберу там даже сорняков не было тут видно были опилки как-то земля прям ну как бы хорошая такая рыхлая очень мягкая вот я ее буду сейчас добавлять к этой земле вот так вдоль оградки ну если не хватит тележки вторую добавлю кроме того вот у меня есть ведерко золы древесные ветки жгла и вот все собрала я сейчас еще сверху посыплю рассыплю это ведерко и потом все тщательно землю перемешаю уже тяпочка разрыхлю в общем засыпаю древесной вот этой вот золой ухаживать тут видите она еще даже дымится как бы хотя я вчера жгла но еще есть угольки сейчас рассыпем перемешаем думаю это будет полезненько чтобы хорошо принялись у нас ну под хосты я вот видите уже сыпала до этого но они тут как-то не растут ну со временем я им найду другое место все видите еще хосты любят полив а дочке особо ухаживать поливать некогда все как бы в естественных условиях ну как растет так и растет поэтому надо сажать совсем неприхотливые растения вот ну прям видите как обеленько засыпала ну сейчас то перемешаю она будет нормально нормально вот ну не выбрасывать же правильно древесную золу мусора дровишек сжигала много вот ну вот так теперь все перемешаю ну землю чуть-чуть перемешала и сделала вдоль дека вот такую борозду и сейчас отсюда буду выкладывать наш плющ вот все пойдет своим чередом так вот у меня черенки плюща смотрите ребят вот он где вот листик выходит с этой здесь в почке он видите дает корешки поэтому я заморачиваться не буду вот так ложу и буду присыпать листики оставлять наверху немножко утрамбую надеюсь белки у меня тут не разроют хотя конечно могут надо утрамбовать и может быть присыплю по-американски это называется мульч а по-русски это мульча у них с такого черного дерева кора черного дерева какая-то мульча идет они все вот ее применяют и везде все ей обсыпано вот так делаю ну здесь наверное сделаю бордюр чтоб можно было полить и так сажаю дальше вот следующий просто как говорится прикапываю там корешки уже есть вот она приживается очень хорошо ну даже если у меня приживется 50% из этих вот если учесть что вот она под каждым листиком даст корешки то будет все нормально ну вот здесь я все посадила вот ну получилось конечно ребят жиденько так почти не видно почти не видно потому что ну растения небольшие основную массу я не трогала но все я вот так посадила прикопала и теперь надо хорошо 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 полить и держать постоянно чтобы проверять что почва была влажная ну пока здесь я два месяца у них живу это я проконтролирую ну ребят тщательно пролила там все мокрое косточки заодно полили будем ждать что теперь будет на этом все друзья было полезно видео если не жалко поставьте лайк подписывайтесь на канал и до скорых встреч пока пока пока